всем привет всем привет всем здравствуйте сегодня мы с вами будем обсуждать уход за глазами не выдержала лица блонда ну да не выдержала честно я снова опять рыжая да я походила наверное сколько недели две с предыдущим цветом и то есть я не смогла себе принять я пыталась но не смогла не мое это когда на меня смотрела светлая голова это было это было не я в общем поэтому я решила что не не надо мучиться не надо страдать да и вернулась в туда откуда пришла спасибо итак вопросы у меня на другом телефоне потому что та форма сейчас не отобразится здесь потому что там другая да и поэтому я буду читать вопросы отсюда да и надеюсь что вам будет удобно так что нельзя наносить или что можно и в каких концентрациях что полезно что можно я написала да есть пост я сделала просто максимально выжимку из вебинара да то есть мы выбрала только самое скажем так практика применимая да и я думаю что нет нет что почему у меня телефон разряжается этот что-то все не так все не так и так тут небольшая техническая неполадка но я надеюсь что этот телефон не умрет у нас в течение прямого эфира и так что можно наносить что нельзя наносить активы аля кислоты ретинол все что для лица под глаза наносить не рекомендуется давайте с вами сейчас определим да где у нас зона под глазами да а где у нас заканчивается где моя мили ми а вы про мое милирование она стала рыжим я вас спрятала она как бы на месте но я спрятала и так вот здесь у нас с вами если вы нащупаете есть вот такая вот скуловая косточка дальше опять будет красное пятно потому что вы понимаете что где-то вот здесь у каждого человека есть косточка и вот здесь заканчивается лицо да то есть вот здесь сверху если мы смотрим заканчивается лицо и вот здесь заканчивается лицо вот это считается область как мы ее называем вокруг глаз да и вот именно на эту область мы не наносим ничего что мы используем на наше лицо да то есть мы всю косметику которую мы используем на лицо останавливаем вот здесь на скуловой косточке спасибо большое и вот здесь над бровью вот на эту зону то есть вот на вот это вот мягкая да вот это мягонькая нижняя века и на вот все что сверху мы наносим только средства для зоны вокруг глаз либо это могут быть средства которые прошли какую-то аль 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 слушайте это слово офтальмолог мне не дает покоя в общем офтальмологи это проверили я не знаю как правильно выговорить сейчас слово на букву о но в общем я думаю что вы меня понимаете да если стоит отметка о том что врачи офтальмологи там проверили одобрали то пожалуйста вы можете использовать например какую-то сыворотку и на верхнее веко да и на нижнее веко если вам так сильно хочется но в идеале конечно все средства которые вы используете для своего лица вы заканчиваете здесь и вот здесь то есть например кислотный тоник не надо наносить прям вот под слизистую да под реснички под нижней ретинол тоже сюда не стоит наносить да то есть на эту область все-таки стоит наносить крем или там гель или сыворотку для глаз она так и будет это отдельное до средства для глаз и именно то которое вам подходит да то есть еще раз повторю что не каждому человеку подойдет какой-то каждый крем да то есть мы с вами в посте разобрали что под каждую задачу под каждый скажем так тип кожи вокруг глаз у нас свои ингредиенты и свои средства поэтому концентрации так далее это все зависит от того какая у вас кожа под глазами так как вы относитесь к специальным кремом для глаз ретинальдегидом например как у медики если это специальное средство для глаз и ваша зона в ну-ка вот которую мы с вами обозначили она не чувствительная да то есть вы можете спокойно использовать если это определенное средство для зоны вокруг глаз для упругости кожи именно в этой зоне для упругости кожи пептиды как и везде в принципе дальше есть сыворотка и крем меди пил их вместе использовать или это слишком много тут все еще раз повторюсь индивидуально кому-то хватает только сыворотки то есть я использовала только сыворотку я не использовал и сыворотку и крем за раз кому-то надо все сразу и еще будет мало да то есть нужно смотреть но я считаю что в принципе одного средства будет достаточно например в утреннем уходе у вас сыворотка вечернем уходе у вас например крем далее главное чтоб не сел коричневый пигмент над и под глазами кстати про коричневый пигмент тоже было написано в посте все дочитаю до конца вопрос ужасный телефон косметически можно ли убрать но смотрите косметические попробовать убрать можно но есть такие ситуации когда косметическое средство вам не поможет очень часто пигментация в этой зоне обусловлено внутренними проблемами в организме да и не решив внутреннюю программу проблему никакими осветляющими кремами и так далее вы это все не уберете то есть в принципе в посте написано да что если у вас коричневая бежевая пепельная и так далее пигментация в этой зоне вы можете попробовать средства для глаз с ретиноидами арбутином неоциномидом и так далее да вот с теми компонентами которые я перечислила но ожидать что а вот просто вот так вот в лед уберет ну вряд ли то есть все зависит от причины вашей пигментации как и на лице да то есть есть такие скажем так внутренние проблемы с которыми вы никогда не уберете пигментацию никаким образом поэтому еще раз повторюсь здесь нужно смотреть именно первую причину что подойдет от темных кругов то же самое в посте я не буду сейчас еще раз повторяться до чтобы не занимать время в эфире потому что если почитать пост там прям по пунктам до 1 пункта те у кого отеки и синюшные круги которые мы очень часто называем черные там темные круги под глазами да поэтому посмотрите по поводу кремов для кожи вокруг глаз от бренда midair beauty science у них есть блефора рич и блефора light я бы очень с удовольствием бы попробовала версию light потому что то в принципе есть все что нужно под мою задачу там есть и сцин там есть неоциномид там есть насколько помню конский каштан то есть ну вот все что нужно для моей проблемы скажем так у меня нету никаких морщин да у меня нету истончения нет нету сухости у меня есть склонность к очокам если я там например много воды выпила и соленого поела да то есть но отекаю и если например я использовала не подходящий для меня крем да то есть если там большое содержание гиалуроновой кислоты коллагена бета-глюкана если там глицерин на втором месте то есть вот такие кремы людям склонным к отечности не рекомендуется это все таки для людей у кого у кого сухость в этой зоне у кого например уже с воростром подкожно-жировая клетчатка прям сильно так уменьшилась и знаете как такие впавшие глазки то есть когда прям уже ямки и им как раз таки эти варианты подойдут но не мне возвращаясь к мидер beauty science крем вы вот с точки зрения теории он просто идеален да то есть версия light для людей с моей зоной да и версия рич для людей у кого сухость возрастные изменения и так далее и упаковка там реально крутая то есть вот как все как доктор прописал как говорится но единственный момент конечно эта цена в районе 9000 и естественно нужно понимать что ну не каждый себе может позволить такой крем и в теории они прекрасны в теории у них нет никакого изъяна и естественно если у меня появится возможность то я с удовольствием попробую версию light вот надеюсь я на ваш вопрос ответила а пока буду пробовать тот который заказала вот да вторая часть стоит ли брать цена высокая я бы взяла да то есть если бы у меня сейчас была возможность я бы взяла кремы для глаз склонных к отечности вот я выкладывала да крем который я себе заказала сахерп и я как раз таки объяснила да почему я его заказала там есть глицерин но он идет во второй части состава то есть его не такое большое количество там нету гиалуроновой кислоты никаких полисахаридов олигосахаридов так далее то есть компонентов которые удерживают влагу на поверхности кожи что еще больше провоцирует отеки если вы к ним склонны там есть экстракт экстракт конского каштана витамин к то есть как раз таки для этой зоны чтобы под осветлить немножко ну в общем попробую да то есть я еще раз прошу прочитать пост в принципе я думаю что я там написала какой крем все-таки стоит выбирать то есть это либо легкий гель легкая эмульсия там гель крем и так далее название крема бренд эминенс да то есть если вы вобьете эминенс он там будет единственный эминенс органикс и у них там один крем с экстрактом дикой сливы вот поэтому для обладателей темных кругов и отечной кожи старайтесь выбирать то что я написала конкретные средства я пока не рекомендую потому что нужно перебрать нужно посмотреть составы и я в принципе в этой теме что такое достаточно новичок потому что никогда я особо этими кремами не пользовалась если в 17 лет две морщинки под глазами то нужен уход или это генетически ну как бы на генетику конечно можно списать все что вашей душе угодно но нет уход нужен естественно и я бы конечно не кидал там на крем с пептидами и так далее то есть просто классического увлажнения но вы должны понимать что если у вас в 17 лет уже образовались морщины то я думаю что вам нужно обязательно сходить к офтальмологу и проверить зрение потому что в большинстве случаев коррекция зрения это например линзы очки и так далее расслабляют очень сильно мышцы и когда не нужно напрягаться до чтобы что-то там разглядеть и в принципе за пару недель я думаю что ваша морщина две морщины под глазами уйдут так можно наносить сыворотку с неоцинамидом на зону вокруг глаз ну смотрите в принципе сыворотки то вот например на примере вот данной сыворотки от мидер beauty science тина показывала как она например наносит средства вокруг глаз да то есть она сказала что в принципе легкая сыворотка с неоцинамидом легкая сыворотка с центеллой в принципе подойдут для молодой кожи для знакомства и так далее то есть естественно сыворотку с гиалуроновой кислотой я бы не стала масса вокруг глаз если нет я не покрасилась вам показалось если у вас есть склонность к отечности да то если вы намажете там я не знаю сыворотка с гиалуроновой кислотой я думаю что вы отечете по полной программе то есть в принципе варианты с центеллой варианты с неоцинамидом будет неплохо но еще раз повторюсь что если у вас нет никакой негативной реакции то есть в принципе эта зона очень чувствительно почему потому что у нее очень по сравнению со всем остальным лицом да у нее наименьшие барьерные функции то есть в нее проникает все намного лучше поэтому например почему не надо в крем для глаз класть какие-то там супер мега системы доставок потому что в принципе так все дойдет кожа очень тонкая дерма тоже сама по себе тонкая подкожно-жировая клетчатка тонкая то есть в принципе там все доходит достаточно быстро поэтому и эта зона она как маркер как показать то есть почему например у людей очень часто глаза краснеют от каких-то средств которые они используют на лицо или там отекает эта зона и так далее то есть вы наносите в вот в этот вот периметр да а то что вашей кожи для глаз не комфортно не подходит поэтому с осторожностью если вы нанесли эту сыворотку вам хорошо у вас кожа увлажнилась у вас нету отечности у вас нет раздражения покраснение и так далее в принципе у сыворотки достаточно хороший состав то есть там нету огромного количества каких-то консервантов красителей отдушек и так далее пожалуйста в принципе почему нет можно наносить дальше очень тонкая кожа вокруг глаз поможет ли ретинол ее уплотнить если это средство для зоны вокруг глаз с ретинолом то да поможет в принципе ретинол ретиноиды они хорошо уплотняют дерму привет с дальнего востока привет из сибири привет из сибири но в принципе средства с волюфилина тоже очень хорошо помогает уплотнить кожу вокруг глаз еще в школе из-за сильного конъюнктивита образовались гусиные лапки можно ли их свести к минимуму при помощи косметики в 38 лет в принципе я думаю что чисто теоретически можно если правильно грамотно подобрать средства использовать его утром и вечером это например продукт с пептидом синейк да который очень хорошо себя зарекомендовал как раз таки в зоне гусиных лапок вокруг глаз да то в принципе я думаю что можно но нужно понимать что такие заболевания как конъюнктивит и так далее они ну негативно влияют на эту зону во-первых а во-вторых если у вас сейчас все скомпенсировано зрение у вас скажем так если она вдруг плохой но вы носите очки да чтобы не было никаких прищуров и так далее в принципе я думаю что можно попробовать косметику с синейком попробовать 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 так способ нанесения я сейчас до отличая на вопросы из формы и обязательно покажу все три вида которые тина показывала морщинки в 20 лет помогите помогаю вот на данный момент я рассказываю и помогаю вам ваша задача это воспринять как наращивание ресниц влияет на кожу вокруг глаз это вот больная тема да я наращиваю ресницы и в принципе это наверное один из факторов которые меня сподвигли сейчас заказать себе крем чтобы как-то ну скомпенсировать да как-то поддерживать зону вокруг глаз как негативно влияет наращивание ну во-первых да все мы прекрасно понимаем что это клей и если это клей некачественный если мастер рукожоп и в принципе даже если он не рукожоп да и клей качественный но все равно он контактирует с зоной вокруг глаз это не есть хорошо если еще и клей паленый какой-нибудь мастер рукожоп который вам чуть ли не на глаз от клей намазал то естественно это негативное воздействие далее нарушается циркуляция воздуха потому что все равно окей даже если у вас один или полтора это вроде небольшой объем но все равно циркуляция воздуха вот в этой зоне она нарушается она уже становится неестественной для глаз это тоже достаточно плохо я не говорю уже про то что если у вас там 4d 3d и так далее то есть это прямо вообще не есть хорошо это не есть хорошо и для луковицы потому что для нее достаточно большая нагрузка ну и в принципе для глаза тоже не есть хорошо далее эту зону очень плохо очищает очень многие девочки боятся что у них ресницы отвалятся если они будут очищать эту зону естественно гидрофильное масло я не наношу на глаза потому что я не вижу в этом необходимости у меня нет макияжа но естественно когда я умываюсь вторым этапом пенкой я мылю и грубо говоря вот эту зону да естественно я не слежу за тем чтобы пенка не попала в сам глаз но я не тру себе глаза естественно тереть вообще в принципе не надо ничего но я прохожусь и пенкой я очень хорошо смываю все это и утром и вечером поэтому и каждый день я прощесываю это все щеточкой щеточку потом промываю то есть если вы следите за гигиеной у вас нормальный мастер и вы готовы в принципе но взять на себя риск что это действительно но не несет ничего полезного для ваших глаз то ну наносить да но если у вас постоянные какие-то конъюнктивиты ячмени и так далее то это повод задуматься что возможно наращивание это не ваш вариант да я естественно человек взрослый адекватный я понимаю что но я осознаю скажем так этот этот риск существуют ли кремы для глаз которые способны убрать утреннюю отечность но давайте взглянем на мир трезво крем вам отек не уберет вы должны найти во первых причину отека то не пейте вы там много на ночи не спите вы лицом в подушку я не знаю не наносите уход за пять минут до сна если вы используете крем для глаз там например вечернем уходе пересмотрите его да возможно это не подходящий для вас крем попробуйте делать лимфодренажный массаж утром и вечером да то есть когда наносите свой уход там пройдитесь по точкам по лимфе до потоку то есть в принципе если все делать правильно то ну не нужна будет функция до снятия очоков а так в принципе если ну уж такой экстренный случай да что вы проснулись там я не знаю вас стекли глаза вам нужно просто через пять минут фотографироваться на паспорт спасибо большое то естественно ну сделать и патчи но это такое прямо тучу экспресс метод на каком этапе наносится крем для глаз на этапе крема для глаз то есть вы нанесли весь свой уход и наносите на оставшуюся вот эту зону крем для глаз можно и нужно ли наносить эти средства на верхние века да нужно оказывается нужно в принципе это было логично да потому что когда тина вот это вы знаете когда вот где прядки так ответить то а там а прядки там а вот когда вот вы мне говорите что там люди задают глупые вопросы там или так далее то есть в принципе я еще раз повторюсь что задать глупый вопрос это не стремно это не стыдно это полезно и в принципе когда ты слышишь ответ на свой глупый вопрос ты реально понимаешь что твой вопрос был явно глупым но ты понял наконец-то почему то есть когда тина сказал что естественно крем для глаз снизу наверх сам не дойдет то есть ты понимаешь что логично что если ты наносишь только снизу туда вверху он не дойдет ну то есть как бы ну как то так но да нужно наносить я покажу как я теперь ученая что ж я зря 1000 гривен платила теперь я ученая в этом плане можно использовать ретинол сыворотка для зоны вокруг глаз да можно если это специализированные средства да эфир я обязательно сохраню но наверное залью я его на youtube только потому что большинство голосов оказалось что людям на youtube смотреть намного удобнее да то есть вы можете это включать фоном вы можете ставить ускорение то есть ну как бы я поняла но попробуем да если будет много жалоб на то что не хватает там в hd tv я еще залью в hd tv но сначала залью на youtube и смотрите если это специализированное средство для глаз и в принципе вы знаете что ваша зона достаточно хорошо реагирует на активы то пожалуйста используйте нету никаких проблем стоит ли использовать серу меди пил 27 лет при слабых гусиных лапках можно можно да но не скажу что он так сильно помогает гусиных лапок если честно я как-то не заметила он средний улажняет очень средний да то есть кому-то он даже сушит он больше знаете я его воспринимаю как такое легкое уходовое но при этом еще декоративное средство потому что у него есть светоотражающие частички и за счет вот этого преломления света ваши темные круги под глазами не видно если вы используете в данной зоне пептиды которые являются миорелаксантами да и еще раз повторюсь что это синеик аргирелин это ацетилгексапептид 3 и 8 и так далее то вы их используете только на зоне гусиных лапок ни наверх ни на низ только на зоне гусиных лапок почему потому что нанося их каждый день на верхнее веко что делает миорелаксант он блокирует до небольшой участок мышцы но блокирует следовательно но это не есть хорошо для верхнего века она может как бы под расслабиться очень сильно поэтому мы наносим только на эту зону если у вас например крем смотри к силам то пожалуйста наносите на всю зону это не проблема пептиды миорелаксанты лучше использовать примерно 6 8 недель курсом утром и вечера они любят двойное использование сейчас вот этот вопрос господи боже люди я думала меня в жизни ничем не удивить как вы относитесь к использованию кремов от геморроя от отеков под глазами я считаю что если у вас крем для жопы то мазать его надо на жопу не от глаза как-то так вот но я надеюсь что это просто такой стёп и никто не мажет крем от геморроя себе под глаза честно не надо так делать вот честно это даже уж не смешно при наращивании решений решниц патчи используются полтора-два часа насколько это вредно ну смотрите я человек который наращивает ресницы боже мой сколько уже третий год третий год и мне использовали патч под глаза один раз только один раз мне использовали патч под глаза и потом а я ходила вот с таким вот краснющим пятном с одной из другой стороны это был ад и у меня мастер так сильно расстроился но никогда не видела такую реакции и я и сказала давай попробуем что-нибудь другое она говорит ну давай мы будем клеить просто ресничный скотч да такая вот типа я не знаю малярный скотч но что-то такое и не больше никаких у меня не было с этим проблем да то есть но только если я вдруг что-то не знаю там солнцезащитку она мне закрыла ну то есть может быть какая-то окклюзия не есть хорошо но вообще я все-таки сторонник того чтобы не клеить вот эти влажные патчи на полтора-два часа потому что 20-30 минут ок потом у вас может быть раздражение отек сухости все что вашей душе угодно поэтому я все-таки сторонник вот этого ресничного скотча у меня с ним никогда нету проблем то есть никаких у меня и раздражение не отеков ничего не было если бортокс то курсом или можно на постоянной основе еще раз да там есть аргирелин не нужно на постоянной основе курсом я описала midi пил по поводу нанесения под глаза они мне заверили что вы можете спокойно наносить на зону вокруг глаз это не проблема да то есть многие производители говорят да что их средства подходят и для лица и для зоны вокруг глаз то есть но у меня никогда не было ни раздражение не покраснение отеков от него но еще раз повторюсь что вы должны лично на себе сами проверить какая реакция у вас так 23 морщинки от мимики можно использовать пептиды или рано а можно но при этом займитесь своей мимикой сходите к окулисту посоветуйте крем для молодой тонкой кожи вокруг глаз не посоветую потому что молодая и тонкая это не характеристики можно бортекс для тонкой кожи вокруг глаз видны капилляры 22 года можно проделать курс но еще раз повторюсь смотрите на свою реакцию можно ли наносить на кожу вокруг глаз продукты другие например бортекс всех интересует бортекс можно еще раз повторюсь что производитель заявляет что данное средство можно использовать на зоны вокруг глаз но еще раз повторюсь помните про индивидуальную реакцию можно ли ретинол или стратия на эту зону если это для лица то нельзя ни ретинол не кислую форму витамина c ни пилинги ничего данная зона в принципе не нуждается в эксцелляции наношу кремы для век даже просто на нижней в течение дня стекает в глаза раздражение я не знаю правда как с нижнего века может стечь в глаз только если вы как-то вот так лежите целый день но не знаю окей если у вас стекает в глаза то смените крем значит крем вам не подходит до либо наносите меньше там нужно просто капельку либо смените крем на более легкую текстуру которая у вас будет полноценно впитываться так за вопросы в форме закончились ура можно убрать старперский телефончик но давайте теперь я покажу на примере данной сыворотки потому что крема для глаз у меня нет никакого крема для глаз пока что у меня нет буду показывать на данной сыворотки я ее уже пробовала наносить на эту зону и нет у меня было никаких отеков то есть все прекрасно достаточно легкое средство да вот наносится вот такая вот капелька горошинка да как ее назвать капелька горошинка так вот мы ее растираем у меня правда здесь уже уход но буду поверх ухода но не вот на этой зоне да а в принципе мне же на этой зоне ничего нету ну вот смотрим наносим под глаза мать моя женщина и под бровь да но вы нанесли под глаза под бровь да господи волос на дур и вот так вот вы прожимаете то есть это может быть гель это может быть крем да то есть ваши средства если вам комфортно вы можете наносить на верхние века но одна подвижная да но в принципе когда вы будете моргать то и в течение дня это все и так распределиться на эту зону поэтому достаточно наносить под бровь под глаза то есть вы примерно вот так вот прожали 5 раз и потом от внутреннего угла к внешнему вы начинаете вот так вот красиво крутить шо у вас рука лицо ну рука лицо досвидос вот и крутите я не знаю как это правильно не крутите данное на движение то есть в принципе вы нанесли под данную зону и в принципе тина показывал очень при и интересное упражнение да то есть чтобы не было отеков да то есть если у вас есть склонность к отекам вы берете вот так вот защипываете бровь и проходите то вот от этого уголка от начала брови до конца примерно пять раз я кстати так делаю я залипаю на этом моменте потому что реально очень такой знаете расслабло и вот так вот делаете я сейчас отключусь если честно это так приятно вот то есть в принципе так вы наносите свой крем гель то что вот у вас есть то есть вот на эту зону дальше там крутите вертите хотите там хоть минуту стойте массажируйте если вам это удобно да то есть если какой-то у вас сильно плотный крем то вы в принципе наносите прям под бровь и просто вот так вот щуритесь да и у вас все это аккуратненько распределяется то есть чтобы ничего у вас никуда не затекало чтобы не было никакого дискомфорта то есть в принципе нету правила каким пальцем наносить да то есть не знаю наносите каким хотите потому что по факту никаким пальцем вы себе кожу не растяните то есть очень тяжело растянуть кожу пальцем вот а по поводу нанесения миорелаксантов то есть да вы берете также наносите свой крем с миорелаксантом но только вы его вот так вот аккуратненько втираете только в зону гусиных лапок так также вот массажными движениями снизу вверх и то есть сыворотку с миорелаксантами не надо тереть там везде особенно на верхнее веко вот так вот что-то меня это так в сон клонит стоит крем для глаз нанести я когда эти птичка которую накрыли сразу засыпаю ну все вот я кстати сегодня видимо ждала нашего эфира чтобы нанести средства вот у меня сегодня кстати я попробовала вчера вечером крем доктор сюрикл 5 альфа я живу так ждала просто сразу же умылась и пошла его наносить на лицо сегодня с утра я нанесла тонер сыворотку и крем 5 альфа и это просто нечто на самом деле не безумно понравилось по текстуре по ощущениям по комфорту то есть прям классный крем не зря я его так ждала просто наверное месяца два с половиной и так так сейчас я блин почему нельзя заблокировать человек в прямом эфире прям не люблю таких людей со своими рук а лицо так отмотая на самое начало чтобы если вдруг был какой-то вопрос я его не пропустила то у меня потом наругает что я опять не отвечаю на вопросы всем спасибо по поводу цвета это не краска это оттеночная маска да то есть это уходовая маска в которой есть оттенок вы ее наносите после мытья но она в принципе держится в районе недели но я наношу после каждого мытья мне так комфортно чтобы цвет был красивый яркий это медный цвет я под знаете этим моментом когда короче я попробовал и мне безумно понравилось то есть вроде волосы мягкие да и цвет вернул даже он стал ярче чем он был то есть прям вот я ощущаю вот смотрю на себя в зеркало мне теперь нет вот этого вот когнитивного диссонанса что я вижу не то что я ощущаю скажем так то есть я поняла что мне надо вот яркую эту голову и я заказала еще четыре оттеночные маски в общем потом будет целый знаете можно сделать обзор оттеночных масок для рыжих это идея поста так про это я ответила про упругость это пептиды так вот зона гусиные лапки тоже входит в область вокруг глаз до входят какой крем там используем вокруг глаз или для лица вокруг глаз всем привет мои волюфилин уплотнит истонченную кожу вокруг глаз уплотнит нужно понимать да что это не так что вы один раз проделали курс волюфилина и она у вас осталась плотная на всю жизнь нет это тоже нужно проделывать курсом а напомните название этого крема а какого крема у меня сейчас просто сыворотка антиоксидантная здесь из активов цинтелла цинтелла дальше с пептидом сеней какие бренды порекомендовали бы вот мне с пептидом сеней очень нравится сыворотка от сию скин я ее как раз таки наносила на эту зону массаж очень хорошо помогает от отека просто нереально хорошо помогать от отека причем это массаж без каких-либо девайсов да то есть в принципе у меня он сохранен в актуальных stories если перемотать куда-то на начало но вот если уж не находите вы его да вы наносите свое лицо да то есть вы например распределяете уводите за уши массажными движениями спускаетесь по шеи и ключицы и так несколько раз желательно почему-то очень такому хорошо куда-то мне убежала волос потому что очень хорошо скользит да то есть чтобы у вас все это отходило и потом еще помассажирует у себя ключицы да и вот он вам лимфодренажный массаж без каких-либо девайсов да не надо вам не гуаша не роллер не рефу ничего не надо синей к пептидами я составлю когда будут делать подпорку составлю про бортекс я рассказала крем для век медипил черный можно использовать 27 лет но в 27 мне кажется это что-то уж слишком такая вам 27 у вас не должно быть настолько каких-то проблем до истинных проблем для такого крема я думаю что в там все решается намного более лайтовыми средствами сыворотка с витамином оси и скин только на гусиные лапки расскажите пожалуйста как вы точно использовали данную сыворотку я наносил ее на все лицо да я заканчивала вот здесь но гусиные лапки я проходила то есть на верхнее веко на нижнее веко я не наносила я просто наносила на все лицо и вот здесь немножечко так вот промассировала но у меня их особо ты никогда не было то есть там было что-то знаете оля тень гусиной лапки но я решила что если я на все лицо мажут почему бы не пройтись эту зону так читала что лучше крем для глаз наносить безымянным пальчиком потому что так давление будет минимальным от них это правда нет наносите любым каким вам удобно снова покрасила можно и рефы делать ну можно в принципе да но только если вам комфортно да я вот у меня есть рефы я одним шариком вот так вот просто прокатываю верхние века как-то я не трогаю я просто так прокатываю здесь немножко покатаю да то есть ну мне нравится про косты баку и сегодня рассказывала в stories посмотрите там ответ мы висит а есть ли морщинки две-три вдоль нижней части под глазами от начала к середине сейчас у меня короче мое мышление в этом плане вообще отсутствует от начала вот здесь наверное да у вас морщинки ну используйте кремушек с пептидами можно пожалуйста тот же матриксила еще что-то спасибо спасибо что за маска ой знаете это я не помню что за маска если честно мне я делала у своего мастера она мне показывала как вообще это все делать потому что мне надо чтобы мне кто-то показал да один раз как это надо делать то есть я в теории понимаю что надо вымыть голову и намазать но мне надо было чтобы мне кто-то показал насколько помню истейлевская какая-то вот истейлевская маска но я заказала еще три других других брендов когда они придут я все покажу на зиму чтобы закрывать один процент ретинола что взять от блайт тундра чага или абрикос спасибо пожалуйста можно взять и то и другое в зависимости от вашей кожи спасибо крема для глаз от многих появляются красные точки со временем проходит аллергия ну я думаю да вам не подходит явно этот крем если у вас тем более какие-то красные точки появляются прямой эфир про пептиды пептиды как-то я не знаю не планировала но можно сделать мне кажется я про пептиды достаточно ну могу сказать на что супер подробно но рассказывала на вебинарах если надо я попробую провести эфир я просто как-то так пока еще не особо прониклась любовью к пептидам поэтому видимо не горю желанием но если надо сделаем из корейцев из корейского люкса есть что-то стоящее для глазок без понятия мне нравился крем у меня была миниатюра как же ты назывался суль васу да у них там какой-то вот из их классической линейки крем для глаз у меня была миниатюрка в тубе в такую маленькую там пом 5 миллилитров мне он понравился по текстуре не было никаких отеков то есть все было прекрасно с ним но еще раз повторюсь что я не знаток кремов для глаз какой тогда в совете 27 лет крем для век не не знаю какая вас кожа какой 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 крем я могу посадить я же не знаю какая у нас там ситуация с глазами я сделаю подборку обязательно как только у меня появится на это вдохновение потому что сейчас я распечатала себе статьи про сухую кожу натыкала закладок в книжке свои косметические про сухую кожу что-то меня как-то вот вдохновила тема потому что очень много запросов на сухую кожу там надо наверное сделать хотя бы теоретический для какой-то момент гидролатом в качестве тоника ну гидролаты я честно как-то для меня это вода водой а если у вас гидролат к откуда-нибудь из граса прованса прям вот-вот только сделаны туда если это просто вот гидролат купленный ближайшем магазине то нет почему от крема под глазами жжет потому что наверное он вам не подходит да возможно там много консервантов возможно там много каких-то отдушек и так далее то есть возможно у вас слишком чувствительная зона и вам нужно более тщательно подбирать крем вариантов много но скорее всего потому что он вам не подходит у меня такое бывало с кремами я помню как меня обсыпала на крем мизоновский с коллагеном не была линейка мизон с коллагеном у меня была она вся да то есть от тоннера до крема через эмульсию сыворотку еще какую-то лабуду и как раз таки был крем для глаз и мало того что я отекала страшно теперь я понимаю да почему я отекала страшно а во вторых у меня прям такие знаете красные блямбы были под глазами это было вообще жуть это то подумала зачем люди используют крем для глаз крем для глаз отверстия не пробовала я на самом деле пробовала кремов для глаз ну так вот знаете мне кажется пальцев больше чем я пробовала если крем вокруг глаз сушит давать ему еще шанс попробуйте дать ему шанс в другое время года да возможно он вам сушит зимой а летом зайдет да то есть не знаю ну попробовать можно да потому что я я по себе сушу сужу бывает такое что летом мне продукт не зашел а зимой я не могу от него оторваться или наоборот да зимой вообще никак а летом просто я прониклась с величайшей любовью к нему поэтому и ретинол от бимитик можно под глаза но еще раз да ретинол для лица не надо наносить под глаза поэтому ну то есть может быть все хорошо а может быть достаточно негативная реакция поэтому все что для лица да вы можете уточнить у производителя да рекомендует ли он данное средство наносить на зону вокруг глаз возможно проходили какие-то офтальмологические исследования вот ведь я уже в конце эфира смогла выигрывать это ужасное слово да возможно какие-то исследования проводились как данное средство влияет на зону вокруг глаз напишите хадди я думаю она вам подскажет ответ на этот вопрос потому что она в принципе знает о своем продукте мне кажется максимально все что о нем можно знать поэтому спросите у нее я думаю что нам подскажет то есть я в принципе всегда когда наносила любой уход я заканчиваю его всегда вот этой вот зоной да то есть вот она у нас косточка думаю что если вы так вот простучить эту вы почувствуете да вот именно ее то есть я в принципе всегда останавливалась вот здесь да вот так вот эту я часть всегда ну как бы естественно проходила до уходом но вот прям под слизистую и вот сюда наверх я никогда ничего не наносила поэтому крем с ретинолом и сыворотка с витамином c может сушить кожу вокруг глаз может как минимум крем с ретинолом может это делать что-то сказать о корейской косметики доктор за скин ничего не могу сказать даже не интересовалась никогда этой фирмой в теории ферментированные экстракты будут работать с первыми мелкими морщинка например крем benton но крем benton будет работать не за счет ферментированных экстрактов а за счет по моему пептида в своем составе ну и плюс увлажнение ферментированные продукты тоже в принципе обладают каким-то действием до в плане антиэйджа но я думаю что пептидом будет работать чуть больше если крем с лифтинг эффектом должен увлажнять такой вопрос я даже не знаю правильно ответить нужно посмотреть на его состав почему нет он может увлажнять если он вам подходит для вашего типа кожи вам может хватать от него увлажнения да нужно понимать что вот весь этот лифтинг который мы из разряда я нанесла крем и увидела лифтинг это просто из-за особенности формула да ваша кожа слегка натягивается но это до первой помойки то есть вы умылись и все весь ваш лифтинг смылся то есть как бы такого я не знаю в теории мне кажется еще не изобрели такой крем который вы мажете 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 там бросили и у вас такой прям вот лифт наверх лифт наверх это простите завязочки за ушами тогда лифт наверх а все что в косметических продуктах это лифт до первого умывания к сожалению вот когда вы например гиалуроновую кислоту наносите на сухое лицо да и закрываете кремом спустя минут 15 вы тоже увидите лифт поверьте мне у вас так прям подтянется но это не значит что у вас там прям я не знаю коллагена эластиновые волокна натянулись как бы выше к небу против гравитации не попрешь да поэтому вот кстати да хвост на макушке вот знаете такой очень тугой я прям чувствую вот ты сделала хвост у меня такой знаете прям красота же ведь просто неимоверная на самом деле еще заметила если я наношу риджу дикие тусе ремсал и спустя 40 минут когда я подхожу к зеркалу наносить крем у меня вот этих моих носогубок знаете ничего не остается не атака цена натягивается и я такая просто думаю может быть перед выходом куда-нибудь знаете там на дискотеку в ресторан надо так нанес и все спрей от доктор с юрико а спф господи читаю спрей да у меня зеленый и я не пробовала я не пробовала слушайте давайте я сейчас возьму его мы попробуем я вернулась вот такой вот у меня я ему по моему уже оторвала нет я не оторвала им еще серебрянку мы сами на руке попробуем да я не буду сейчас дома наносить потому что я никуда не собираюсь пахнет цинтелкой не цинтелка господи чем пахнет сейчас размажем лавандой лавандой пахнет знаете вот все что приписывают центре это же лаванда пахнет вот такая вот у него внешность вот так вот он пусть вообще какая прелесть мне кажется он просто реально супер мега легкий вот прям ну да классический запах вот так же пах пахнет пюрита также абсолютно пахнет которая на химфильтрах ну вот прям мне кажется очень-очень даже легонько он очень не напоминает ой-ой-ой на себя намазала мне вот он очень на по ним напоминает по текстуре пьюрита который хотя нет мне кажется он вот прям очень-очень-очень-очень схож спирита который зеленая версия и по запаху тоже да я думаю что надо попробовать его на лицо потому что на руке все равно кожа отличается да и по текстуре и по ощущениям по плотности я думаю что завтра я пойду по делам и я его нанесу на лицо посмотрим по запаху он один в один с зеленой версии пьюрита который идет с маслами попробую его завтра на лицо и скажу вам по текстуре как он как зеленая версия или как белая облегченная да так что посмотрим в общем но красота красота здесь есть даже токоферол это вообще супер прекрасно 12 месяцев после вскрытия он годен как здесь написано в общем я ждала и вот так ждала сегодня буду пробовать гидрофильное масло от доктор сюрикл вот нет гидрофильное масло я не попробовала гидрофильное масло я сегодня попробую и расскажу но что могу сказать я прям буду караулить когда она джоэлс появится тонер 5 альфа там к сожалению сейчас стоит только полноразмер как она называется то сыворотки до которые у меня есть и вот этот вот кит с кремом но тонер мне очень понравился у него такая водичковая текстура но он знаете вся вот эта вот линейка вот я сегодня вот смотришь на них вроде легкие но как бы там сэру в эмульсии до крем он вроде гелевый но все равно такой гель как одеялко да и я думаю проведу эксперимент все равно я дома целый день нанесла я тонер сыворотку и крем крем он гелевый когда вы его наносите вам кажется что вроде такой гель но такой плотноватый но он усаживается просто как одеяло кожа абсолютно гладкая бархатистая он не ощущается на лице то есть у него нет вот этого финиша какого-то липковатого жирноватого то есть в принципе ты смотришь вроде как бы средства то они такие уж прям знаете light light на лето но так комфортно просто нереально и то есть эта зона держится я вот ничего сегодня с ней не делал вот просто охотно несла и все и так комфортно и увлажнение всего хватает что я прям буду охотиться за умывалкой из этой серии и за пар на вот слушайте вот у меня все спорно до полноразмер тонера тоже я обязательно буду ловить как только я его увижу ну потому что честно мне так жаба давит покупать эту линейку в россии да простят меня российские магазины но я сегодня искала когда картинку крема доктор сюрикл чтобы вставить вот в ответ на вопрос да и я ее нашла на сайте ревгош и там на сайте ревгош матери божья он стоит больше 5000 рублей он конечно прекрасен я не знаю как он будет работать но я верю что он будет круто работать потому что например в отличие от сыворотки в нем еще есть сафальянс сафальянс есть в тонере и в креме в сыворотке не там только вот этот комплекс 5 альфа а в креме есть и сафальянс и комплекс 5 альфа и он конечно очень классный он такой мягкий все круто но простите пять с половиной косарей серьезно блин ну нет это слишком дорого поэтому девочки заказывайте скорее но вот реально джоэлс конечно отправляют долго но мне дошло просто за 8 дней курьером на дом и я безумно рада и не знаю говорят что они пока убрали опять этот эту бесплатную доставку ну в общем я пока не знаю я не залазил к ним на сайт но я в общем буду очень сильно мониторить их наличие тонера у них там к сожалению прям вот ни разу не видела но я думаю что я дождусь этого момента когда он у них появится вместе с гелем и и закажу вот ну гидрофилку кстати мне вчера столько прислали на неё крутых отзывов что я сегодня прям думаю что скоро нагрею себе кастрюльки нет нет горячей воды я теперь моюсь кастрюльках да оказывается если вы смываете остатки маски холодной водой то примерно на пятой минуте у вас имеет череп оказывается он может он иметь да вот поэтому не смывайте холодной водой я вам совет мой джоэлс доставка в украину посчитала 28 долларов ну видимо да пока что они убрали вот эту промоушен или как она у них там была ну а в общем я конечно рада что мой заказ все-таки до меня доехал то есть я прям ждала эти продукты очень сильно очень сильно особенно я ждала этот крем просто неимоверно и пока что он меня прям не разочаровал ни разочка вот ну вот это тоже товарищ пока что вроде пока что вроде комфортно то есть ничего к нему не липнет да то есть ничего не липнет ну вот плюс минус все одинаково вот завтра нанесу на лицо и посмотрим на с вами три минуты если вдруг есть еще какие то вопросы про глаза да подборка будет будет обязательно подборка я разберусь с сухой кожей и я думаю что я сделаю подборку для глаз потому что ну я не очень люблю делать подборки в темах которые я не особо понимаю да то есть когда это не моя какая-то вот тема которую я на себе вот прочувствовала да то есть я конечно расскажу про средства которые мне понравились есть небольшое количество продуктов которые я пробовала они мне нравились просто мне было лень их использовать вот один из них это сыворотка лапатисель лапатичель я не помню как это правильно называется в магазине rose and cherry у них представлен этот бренд и у них есть сыворотка с адебиноном она в такой тубе серебристый у нее наконечник и знаете такой типа металлический из него так вот вылазит этот кремушек и вы им туда им сюда им возюкаете вот он очень классно он причем с утра когда у вас есть небольшие отечки он всегда такой знаете прохладненький очень классно им проходить и в принципе вот эта сыворотка она такая достаточно легкая это вот реально у нее текстура такой легкой эмульсии вот тоже мне очень нравился я в принципе достаточно долго им пользовалась когда не забывала когда вот он у меня лежал на столике потому что мне кажется вот из всех кремов для глаз которые у меня были вот за этот срок вот эта сыворотка была наверное самый любимый и я ее использовала дольше всего я потом оставила у мамы но в принципе там уже оставалось не так много да в ней я можно сказать ее прям ну процентов на 70 я ее использовала и она стоит что-то в районе по моему 1600 то есть в принципе это не так дорого да и ну и объем там такой знаете адекватный то есть в принципе если использовать его два раза в день каждый день то в принципе я думаю что вот вы за этот срок положено его используете поэтому вот как вариант да для людей с схожим типом кожи под глазами все эфир у нас с вами заканчивается заливая я его на youtube посмотрим как пойдет может быть не буду больше заливать в инстаграм всем спасибо всем хорошего дня